Книга притчи Соломоновых, глава, двадцатая. Вино глумливо, секера буйна, и всякий увлекающийся ими неразумен. Гроза царя как бы рев льва, кто раздражает его, тот грешит против самого себя. Честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Ленивец зимою не пашет, поищет летом, и нет ничего. Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит? Праведник ходит в свои непорочности, блаженны дети его после него. Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими все злое. Кто может сказать, я очистил мое сердце, я чист от греха моего? Неодинаковые весы, неодинаковая мера — то и другое мерзость пред Господом. Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Ухо слышащее и глаз видящий, и то и другое создал Господь. Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыто есть хлеб. Дурно, дурно, — говорит покупатель, — а когда отойдет, — хвалится. Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь, уста разумные. Возьми платье его, так как он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою, но после рот его наполнится дресвою. Предприятия получают твердость через совещание, и по совещании веди войну. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди грубокой тьмы. Наследство, поспешно захваченное вначале, не благословится впоследствии. Не говори, я отплачу за зло. Предостав Господу, и Он сохранит тебя. Мерзость пред Господом — неодинаковые гири, и неверные весы — недобро. От Господа направляются шаги человека. Человек уже как узнать путь свой? Сеть для человека поспешно давать обет, и после обета обдумывать. Мудрый царь выведет нечестивых и обратит на них колесо. Светильник Господень — дух человека, испытывающий все глубины сердца. Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Слава юношей — сила их, а украшение стариков — седина. Раны от побоев — врачевство против зла, и удары, проникающие во внутренности чрева.